Сейчас я включу воду, а тут включается в меня вода, все, я включил, и сейчас насос, Дивимся туда, о, все, зашевелилась шланга, все, пошел вдвиж, пошел вдвиж набираться куб, все, так, успокаиваемся, и вода набирается, Вот сейчас вот так вода через минут 15-20 будет полна, и все, моя задача, бачите, уже темнеет, сейчас будем управляться, выбрать ту-та здоровую свинку и еще одну, чтобы завтра ее убрать на мясо, и чтобы им трошки разгрузить, так, кто? Ось, ось, ося, ося, ося. Ось она, все, о чем у меня было? О, ё-моё! Ата? Та не, Вік, ось, у цю. Все, больше не будем трогать, вот эту уберем и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать И двенадцать будет им отлично, мы уже одну убрали здоровую, она их гоняла, кусала, а це хочем еще одну, чтобы больше места Хотя и вон такая самая, и вон, ну хай ця будет, жирно пойдешь туда, жирненькая такая, ця гуляет у нас Петля, бачу, так, друзья, ладно, сейчас будем, пока вода нагревается, будем, а, вода, говорю, нагревается Вода набирается, будем управляться, покажу трошки, какие-то моменты, как я управляюсь И также спасибо нашим зрящим подписчикам, в каком смысле, в том, что прошлое видео вышло, а я показывал грижовика И мне там не один комментарий, Стас, тебе там не один грижовик, тебе их два, ну я думаю пишут, а я пишут, а на другой день пішел, уже начал ходить, дивиться Знаешь что, да, еще один, такая самая, только маленькая грижа Я даже не знал, что у меня тут, а вы увидели Я вам сейчас его покажу, он тоже темный А ну, малюки А то есть с пятном здоровый, вот это, да, вот это, у него здоровая грижа, вот этого, а есть такой самый сиренький, маленький, но тоже высый Где оно, а ну? О, он, видишь? Не, он тоже здоровый В чем причина этих, ух вы мои колбаски? Ого, здоровые такие уже, да? Да, о, о, он другой И диви, какие сами такие холеные, да? Ой, мармеза Короче, получается Получается два Я вам скажу, чем все хорошо, чем хорошо Тем, что их на клетку богато, а так мы два уберем, так сказать, в подростковом возрасте и будет нормально Сейчас их, сколько их тут хоть штук? Раз, два, три, четыре Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семь, восемь, восемь, о, их много А то два уберем, чтоб больше места Видите, их максимум можно 15 Ось 11, самый раз, 12 Пятнадцать, ну, это просто, что И так же писали по весу Сколько вот ци по весу Писали 180-200 Ну, понятно, там есть 120, 150, то таке 180-200, вот так и есть 100 писал 180-200 Вот так и есть Ну, 210 Вот так, 180-210 В этом диапазоне Эти все свиньи А мы хотим Мы же там забрали два Ой, одну свинку забрали Завтра заберем другую свинку И все, и начинаем распечатывать эту клетку Одиннадцать штук Їх Та не, в них не надо насыпать век У них полные кормушки И как раз получается Оце, одиннадцать штук Мы посчитали понедельную Нам хватит до Нового года Перед Новым годом там за днём пять Все уже перестанем ризать Уже цієї клетки не будет Мы все посчитали На каждую неделю поделили И, короче Вот так и пришли к выводу Что там еще одну убираем Та, чтобы больше места было И эти одиннадцать убираем Потом будут опоросы у нас Дасть Бог, перед Новым годом Будем запускать уже новых поросят Сюда А, те, что перед Новым годом Ну, короче Перед, или после Нового года Запускать будем уже сюда новую партію Все, наметили Наметили Вона намечена Вода набирается Как я управляюсь Пошли сейчас сразу Показую, как я управляюсь Оце Тут воду подключил Вода набирается Калиткой А та зубами щелкаю Ну, это обычно Как это все происходит Вот тут у меня корм для здоровых Это вот где мы были Там А этот корм остался У меня только тут три мешка Вот этот корм Это для маленьких Это именно для тех Что я им сейчас отнесу И те, где грижевики А, и так же я вам не сказал Чего Оце грижи Оце грижи в одном виводку Ну, от одной матери Это проблема в грижах Не в свинях Что в них грижа А в самой свиноматке Или же в хряку Семя дозу, яку мы Ну, какой покрывали Может быть в хряку проблема Или в свиноматке Вот видите, я скажу Им надо одне Бо в них корм есть Я трошки подобавляю Сюда и в здоровых Ось, вот так И, короче, проблема Из-за гриж у свиноматки То есть свиноматки уже нема Мы ее давно убрали А вообще Это получается Свиноматка Мордочкина сестра Ось, видите поросята Тут ни в кого ж грижи нема Это поросята у нас Вот Вот Волосинка безымянная Волосинка безымянная Ось, тут Бо в свиноматок таких проблем нема А тут В свиноматки проблем Бачите, как мы нации Вот же мы Я робил видео, что мы их Трошки Перегоняли уже сюда Покрасили тут все Побелили все Ну а так Вот такие Такие они уже Вот такие Вот такие Вот такие Думбель Вот так Эх Уже в них получается чистейше Ну сейчас ходят еще на край Потом А тут тоже не будут они ходить Вони будут ходить вот туда Педальню стенку А тут везде будет вообще чисто и сухо Ну это ж пока Я просто уже знаю как Ну а так И уже Поподросало А так Трошки Уже Трохи Видно, что идуть Все Оце я им насыпал И Все И до завтра До утра Теперь Походим До Де вы давно не були До Свину Нет Сейчас я гляну склока води Щоб не позевать Еще половины в окне нет, чего я скажу, чтобы не прозевать. Один из нас Вика дежурила, так же включила, а Вика дежурила и посылки печатала, и смотрела, чтобы не это. Ты прозевала, текло очень долго, ну, полдня, наверное, текло. Да, мы поехали на почту, поехали туда, полдня, короче, текло, уже набрался куб, и вот уже через верх там шланга есть, текло, текло, было и такое. Так, тута, идем сюда, заходим, тут все без изменений, все, как раньше было. Да, только, ну, мы тута еще не управлялись и не убирались. Значит, что у нас тута? Поросята, сейчас я сразу шкребок их возьму. Поросята, от которых отказалась свиноматка, ось они, мы их перевели уже сюда. Текай, пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш. Пш-пш-пш-пш-пш. Давай туда, вали. Вот это, вот это представьте, если бы это вот так я убирал у всех свиней вот этих, у здоровых. Вот там, где мы только что были на щелях. Представьте, пообирать, там просто нереально. А так мы шкребком и в тачку убираем только тут. Дивите, что тут по свиноматкам. Ремонтная, ну то есть мамы не была, хотим ее оставить на свиноматку. Сейчас посадили на диету. Ремонтная. Две, вроде бы, дай бог поросли. Одна, моя любишка Добриня. Да, Добринька. Сейчас толкать меня будет головой. О, бачите? Бачите? Оце все равно так. Добринька. Добриня покрита. И я ее крив. И, кстати, вона такая свиноматка, ее сколько не крив, и она стоят, и стоят, и не гуляет, и все равно стоит. Видно только по петле. Так вот, я ее Андрасом крив, а цих дюрком. Добриня. Добриня, да. Потом, следующая, тоже ремонтная, мамой на разу не была и не покрита. Сейчас на диете. И эта тоже мамой не была и не покрита. Сейчас на диете работаем с ними. У меня вот безымянная, что били поросята на нижних щелях. Волосинка. Вот это вот. Вот это волосина. И это безымянная. Да, волосинка? Вот это они, мы забрали поросят, они загуляли, и мы покрили их дюрком. Да, голова в ней, не знаю, как два мешка сахара, наверное. Ну, это я шучу, что два мешка сахара. Она здоровая. Да? И все, и нема свиноматок. Вот это два старых у меня. А это молодые, то неизвестно, кто из них еще будет свиноматок. Бо я же вам сказал, что я свиноматок, судя по всему, буду уменьшать. И я оставлю свиноматок, сколько мне надо, только для себя. Сейчас даю безымянно. А так я управляюсь. Раз. И два. Это получается. Они все в меня сидят на норме. Три килограмма в сутки. А если я им буду давать волю, они в станку даже и не поместятся. Видите, это же кричат, бо голодненькие все, а этих на диете, бо они не гуляют. Пошли. А эти по одний ковшику. Вообще. Худайте. Оця тоже, вона мне чем-то мордочку напоминает. Та не дергайся ты. Чем-то мордочку напоминает. Мордочки, кстати, тоже нема. Мордочку, мордочки сестри, сестру. Я убрал и убрал ту свиноматку, что отказалась от поросят. Ну, вона, короче, не хорошенькая. И мы постепенно давно их уже пообирали. Пошли, Добриня, иди сюда. А в Добриня корм есть, только вона не есть. Вона что у нас поросна, покрита. Ну, хай сипну свеженько, понюхай. Сейчас вот этот тоже. Это такая бешененькая. Давай, на. Все, не кричите. Малым не буду насыпать, бо утром я им здоровое ведро высыпал, они его еще не поели, не голодные. И, короче, получается, что эти две свиноматки, я не знаю, у них уже поросли, не на пятий, да? Чи четвертий був, чи пятий. Ну, короче, надо дивиться. Что уже, ну, старенькие свиноматки, еще... О, да, не на пятий. Да, не на пятий. И они опоросятся, и, может быть, мы их тоже уберем. Бо налет таких здоровых опасно оставлять. Вони не маленькие. И это же они после опороста только покритые, они еще не приезжают в себя. И все. И это остается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Шесть штук. И из шести, может, четыре, пять, и будет нормальных. Ну, там, как себя каждый покажет. Ну, а это и все, что мы себе оставили свиноматок. А эти маленькие, что мы запустили, хай тут ростут. Мы потом порозсаживаем склеты, на другие клетки их порозпределяем, чтобы зимой было просто теплеше, и мы их уберем туда под паску, или когда видно будет. А видите, а эти не кричат, потому что они не голодные. Я им сейчас насыплю, а они есть не будут. Им много и не надо, потому что они все равно сейчас есть не будут. Те, кто покрытый, те едят сколько хотят. Иди. Видите, никто из них не есть. Вот так. Все, а это ставлю в ведро на завтра. Воды не будем все это набирать, да? Мы воду набираем раз в два дня. И все. Начинаю это, порозсыпав, побазиков, и иду так по ряду убираю. И так каждый день. Вот так каждый каждый день утром, и каждый каждый день вечером. Но это правда, это делаю сейчас, как я туда дойду, не это. Это делаю не я каждый утро. Это века у меня на зачистке. Это просто она снимает сейчас, ее никогда. А как мы вдвух, она чистая, я бежу, у меня на меню кормовая база, ТС, 5, 10, проконтролировать, где что, кто гуляет, кто не гуляет. Ну в Добрине нема ничего. Там, допустим, вот, видите, выгрызла, было тут две свинки, эти, да, мы одну убрали, на мясо, другу осталось, выгрызлый прям бетон, надо ремонтировать. Ось тут тоже проблема, выгрызлый бетон, надо ремонтировать. Вот это же на меня, а века чистка, почистка, все такое, я чисто на таких, на тяжелой артиллерии сижу. Вот так. И тут сарай, на следующее лето, будет, ну, пусти будет, а то будет, сколько их там, 5 штук, или 6, и все. Уже тут полный сарай, летом не будет, чтобы жарко им не было, если будут проситься, что? Саме лучше в станку. Пошел вокруг, и все. А это же хотим, сейчас трошки разгрузимся, после Нового года. Повимивать станки, повимивать все стены керхерами, все попротирать, поперегонять по станкам потом, и ремонтировать бетонные полы. А так просто, зашли, утром управились, вечером управились, и все. Тут же много кто писал мне, Стас, покажи свиноматок, что там у тебя, с свиноматками, старые остались, молодежь, ну их же я оставлял, молодых 8, а сейчас их только 6, чего? 2 мы убрали, забракировали, какие-то такие, кволи были на ногах, я их забракировал, а эти, что крепкие, такие хорошие, чтобы мне понадобилось, всех осталось, а там оно покажет, кто будет гулять, кто не будет гулять, и все, побачим. Мы не спешили, бо были свиноматки, было чем заниматься, я как-то на них внимания не обращал, а это, думаю, уже займуться, чтобы их все покрыть, чтобы до весны опоросились. Так, дальше. Что я делаю дальше? Показываю. Вот это же я так пошкрибал, потом у меня включается транспортерная лента, лайфхак, вот так. И я иду, 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 аж сюда, и аж сюда. Опа. Это один край, один край канавки я убрал, а сейчас другой зацеплю край. И так само. Так само. А кто-то напишет, а ты такую сделай лопату, чтобы один раз справился. Нет, так не получится. Я уже это думал. Ну, думал, хотел сделать, оно там есть свои неровности, так не получится. И теперь эта сторона. Вот так. Сюда. Сюда. Вот так. Это вот так. Вот это получается так. Сейчас я теперь завозю тачку, и дальше вам показываю, что происходит дальше. Что происходит дальше? Поехали, тачка. Тачка навоза. Тачка у нас. Тачку, кто помню, мы делали самодельную. В каком смысле самодельную? В том, что корыто сгнило, что было тоненькое, а мы с дядцами сварили из металла, по-моему, двойки, или два и пять, самую тачку. Я вам скажу, не на радость. Отлично. И я не знаю, уже сколько ей год, чи больше, чи меньше. Опа. Понял как. И теперь я иду дальше. Аж до той кучки, где мы первый раз делали транспортерную ленту. Вот там. Ну вот, идем сюда до волосинки. В ней тут крик ту берем. Вот так вот раз. Оп. Тут самое главное резь. Вот видите, видите, потом опа, вот так, и все. Потом забираем эту общую кучу. Вику я уже навчив, она все умеет. Это быстрый шмик, шмик. Даже Вика лучше убирает, если честно, чем я. Ну, она же я и навчив, все, и все, как полагается. Все. Видите, как масло. Хоть на хлеб машь. Видите. А на самом деле, это же удобрение самое лучшее. Все. Да, это же удобрение на город. Бомба. А это и все. Так, девочки. Ага, управились. Все. Все. Воду мы не набираем. Я это пройдусь. Потом, как уже ухожу по ряду, проверяю замки. Бо уже кардебалеты у нас были. Проверяю замки, все закрыты. У нас колись Нюрка открылась, вышла, поломала лестницу, стремянку тут стояла, и повыпускала Нюрка всех свиней. И представьте, мы приходим управляться, я не помню, вечером вроде бы, что не утром, вечером мы пришли управляться, а Нюрка всех повыпускала. Вона вылезла из станка и повыпускала всех свиней в клетках. А как повыпускала? Вона зацепила стремянку и тягала за собой эту стремянку, она шторохнет, и по над стенам вот так. А что тут по над стенам? Идет она раз и все, и уже открыто. Вот, вона их вот так зацепляла все замки в одну сторону, вот сюда бегала. А сарай был уже ж тоді у нас набитый, бо цього ж не было еще сарая на щелях. И усі вийшли гулять, в Добрине тоді не было. Усі вийшли гулять, вот таке все перевернуто, все грязное, еще по-моему и опоросы какие-то были, что и поросята повыбегали. Короче, пришлось нам тут попоганять их. Да, Добринка? Тебе еще тоді не было, покрыто ты сеньги, смотри, гниться что-то, а ну что тут у тебя? Та хто, и вы что-то не скажете, воно ж, у нее ж тоді другий раз еще крыло, первый раз, а тоді воно опять загуляли другий раз, це воно значит получается пізніше. А оцялась раньше, где воно оцялась раньше, на 20 с чем-то днём, воно и видно пузо, а в Добриньи еще пока ничего не видно. У Добриньки? Та це вона наїлась, налупилась. Да, Добринька. Ну вот так. И мы же так и хочем, чтоб в воду глянуть, ё-моё. Бо я только приводил пример на Вики. И мы же так и хочем, будуть у нас чисто там 4-5 свиноматок. Всё, до побачення, дитвора. Будуть чисто таки, и они будут на опоросе в станках, нема опороса, вольні клетки. Станки, вольні клетки. И вот так. Всё, цей сарай планируем только вот тут для своих свиноматок. И всё. О, диви. Осталось сантиметров семь до верху. Не, нема десь, семь сантиметров. Ну вот, бачишь, она и есть самая здорова, бачишь, с линей. И после нее ещё вот эта. Ну, это мы их оставим, это уже все будут, короче, будут ещё на откорме. Всё, можно и выключать, ещё трошки побаздикать и выключать. Не, чего, так и полненько наберется. тут, вот эти у нас гуляют. А воно тоже ж, у нас просто с грижами росли, килограмм до ста, ста двадцати, и с такими здоровыми грижами, как-то бегают. Даже бувало весело уже почти больше чем пів ведра, помнишь их? И мы убирали на мясо, ничего страшного. Если ничего не нарушено, воно с грижой, нормально живе, росте, всё, просто надо наблюдать за ним, и потом там, ну, просто в раннем возрасте, килл восемьдесят, сто, сто двадцать, и мы двух уберем, ничего страшного. Воно, есть объемы, оно так и случается, ничего из этого не уйдешь, уберем, и всё. Дитвару закрываем. Так, всё, я тогда выключаю там, да? Сейчас я выключаю и показываю, как я дальше, весь процесс, как проходит. Тут у меня выключается. Всё, выключил. В цей сарай двери закрыть, бо ночью морозы, градусов, та пять, шесть, минус мороз, я и сейчас мороз, наверное, может ноль, может минус один, ну, это отлично. Потом, иду сюда, всё уже, вода набралась. От соединяю шлангу, вот так, вот этот кусок, шланги. Змантаю сюда. Вот так. Вот тут-то роблю, вот тут-то роблю, вот так, и всё. А тут-то жара, да. А, погреться хочешь? Да. 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 Да, они все здоровы. О, давай, все пошли показалось че свинка тут одна тут же шкабанчик и все тут а воду набрали и закрываем потом идем ну потом я оттуда проходю выгоняю воду шланги переключаю на той сарай там шланга и все набираем потом завтра туда туда же разу два в три дня набираем сейчас я все еще сюда насыплю сейчас ходю кабанчикам не надо малым а не кабанчикам не надо а маленьким малым тоже векне ой а тут он попив кормушки не надо не тут тоже не надо их попив корму на завтра насыпем да бывает что так или дуже едят якось а бывает так аппетит пропадал а потом опять сильно так волнами завтра утром прийдем пусте будет тоди насыпем все оце мы управились ну да ну а так по идее то туда надо нести но мы не несли и так же мне надо что у меня уже корма не мая маленьким но грубо говоря завтра только на утро осталось а тут а корма кроме этих видер 86 килограмм ну 90 килограмм и мне надо будет я наверно это же мы завтра повисыпаем мутом вот и 86 килограмм заберу или не буду забрать и вот так как вона торчить в пшеницу так и буду запущу на дроблю допустим пів тонны скачаю в мешки и потом роблю тонну для маленьких и все и потом опять оце чем хороший цей ну вообще оця линия диковушка линия кормова тим что мы корм робим раз в двой неделе а бывает раз и в три то есть мы робим по два ну хай три часа давайте максимум по три чотири часа мы робим два раза в неделю если будет точным восемь часов в месяц роби диковушка это самое самое больше восемь часов в месяц по свету дешевше набагато у нас упали расходы на свет у нас больше свет и что на порося то есть на маленьких то лампы красные горели то так и дробилка там маленькая а цех появился я сейчас даже узнаю по свету кто тоже держит свиней но там небогато не кто держит небогато у него даже и дробилки такие как у меня есть такие что эти старого образца и он плата за свет больше чем мы представьте вот так ну то же таке что тогда все будем прощаться будем обниматься я сейчас нам надо сейчас быстро породиться поехать заправить газовые баллоны на заправки потом на почту зробить отправки тушанки мушанки вот таки все потом опять переодеваться и там то туди то сюди короче еще по газе может я все таки сегодня ци півтони надроблю переоденуться опять надроблю півтони чтобы завтра або завтра и режем это и все чтобы я успел может я наберу півтони сточу півтони потом сегодня надроблю там без соевой макухи там килограмм 800 ну надо таблицы свои глядать 800 килограмм потом свою надроблю уже завтра и смешаю все ну я не то что руками мешать воно что нажав ось от так и воно мешает а или века на дроба я ж буду поросом заниматься ну сейчас воно там уменьшится сразу килограмм на 12 вот так а уже меньше да все друзьяки всем пока будем робить ну что робить дальше сейчас как я и сказал все таки зробим наверно бо завтра чтобы меньше было работы свет выключаем кстати свет выключаем ну свет как темно не хватает от этого ну хватает так видно но буду таку саму ставить оттуда и наверно судя по всему будем робить ворота своими силами короче пока